каждый рано или поздно сталкивается с проблемой выбора кухонного гарнитура первый вариант линейное расположение кухни остров это принципиально другая расстановка кухонного гарнитура в пространстве вы уже наверное обратили внимание что я стою к вам спиной и разговариваю в полоборота и обратите внимание что мои движения гораздо короче безусловный плюс такого традиционного расположения кухонного гарнитура заключается в том что он поместится абсолютно в любое помещение даже если она будет 2 на 3 метра а теперь поговорим про ошибки которые были допущены при проектировании этого кухонного гарнитура и постарайтесь их избежать первое естественное освещение постарайтесь сделать так чтобы вся поверхность максимально заливалась естественным светом для этого не нужно ставить холодильник рядом с окном нужно было этот холодильник поставить в дальний угол от окна и тогда вот этой тени бы здесь не было лучше бы сюда сделать мойку или варочную поверхность и тогда свет от этого окна хорошо бы осветил всю поверхность кухни и у нас было бы совсем другое настроение готовить в общем не ставьте холодильник не загораживайте свет вторая ошибка на мой взгляд когда мы готовим наши действия следующие подошли к холодильнику взяли продукты пошли к мойке помыли порезали и потом уже поставили же жарить варить варить жарить жарить парить много конфиции конфиции конфисиально конфиси анальный край здесь видите как сделано все наоборот мойка и холодильник дальше всего друг от друга наверное надо было делать так холодильник достали из холодильника сюда продукты здесь мойка помыли сюда положили порезали и сюда положили жарить то есть эргономику никто не отменял обращайте на это внимание хотя традиционное расположение кухни следующие колонна справа колонна слева посередине варочная поверхность с вытяжкой но чтобы все было симметрично и красиво при таком подходе нарушается логика перемещения хотя можно пользоваться и так может быть а может и нет следующее на что стоит обратить внимание это дополнительное оборудование которое неизбежно появляется на кухне например здесь это чайник и тостер которые занимают достаточно много места а у кого-то это кофеварка у кого-то это блендер хлебопечка соковыжималка в общем вы сами знаете что у вас на кухне и хорошо бы было чтобы это все стояло где-то отдельно не занимая полезную рабочую поверхность особенно речь идет про чайник и тостер и кофе-машину это те вещи которым мы чаще всего бегаем поэтому чайник лучше располагать где-то на отдельном столике может быть он будет приставной может быть это будет заворот кухни где стоит чайник кофе-машина водичка куда мы часто бегаем налить себе чайку кофейку в общем-то при этом не пользуясь самой кухней и следующее обращайте внимание на отделочные материалы которые вы используете в самой кухне и при отделке фартука например конкретно в этом варианте фартук сделан из черного стекла она глянцевая однородная и когда на него попадают капли и брызги это очень хорошо видно и хозяйка уже вся перематерилась мыть эту черную глянцевую поверхность я подарю тебе эту звезду плюс этой кухни я считаю заключается в том что у нее нету ручек поэтому мы за них не задеваем своими бедрами и другими частями тела они не пачкаются как например вот это вот ручка у духовой плиты а открываются очень просто и удобно тянем на себя и все получилось а в навесных шкафах тоже нету ручек и нету пуш обычно же и ставят пуш системы это когда 2 нажимаешь и дверка отскакивает просто сама дверка она опущена чуть ниже основания шкафчика и мы легко руками зацепляем и если наши пальцы жирные то ведь жир остается с той стороны это тоже плюс вытяжка здесь встроена снизу шкафчиков и если нам нужно до нее добраться нам стоит просто открыть дверку конечно такой кухни трехметровой недостаточно для полноценной готовки для семьи из четырех человек поэтому здесь есть отдельный навесной шкаф в котором хранится посуда и другие полезные вещи для кухни а также еще одна интересная фишка здесь под подоконником раньше был так называемый тещин холодильник так вот вместо него встроили микроволновую печь которая находится на уровне но практически пояса и пользоваться ей достаточно удобно особенно детям небольшого роста могут сами подойти с тарелочкой погреть и достать но по бокам хранение это решение оказалось очень удобным которая добавляет достаточно вместительных шкафов для этого кухонного гарнитура плюс используется подоконник тоже на него устанавливается различные необходимые приготовки вещи поэтому это кухня достаточно удобно в целом для готовки но стоит пойти сравнить с островом из интересных фишек на этой кухне я бы отметил решение фасадов во-первых это шпон а в чем особенность она заключается в том что это не просто гладкая ровная поверхность а посмотрите как она фрезерована во-первых рисунок сам по себе вертикальный и плюс еще вот эти прорези которые отдаленно могут напоминать досочки но конечно досками это не выглядит а вполне себе стильно и гармонично а сделано это для того чтобы визуально поднять высоту потолка потому что здесь потолок невысокий всего лишь два с половиной метра и ради этого сделаны вертикальные линии вертикальные прорези и здесь и вот здесь узкая духовка 45 сантиметров узкая варочная поверхность они тоже дают определенную вертикаль которая зрительно вытягивает пространство вот этот шкафчик тоже он полностью сделан таким образом что как бы он вытянут вверх плюс к этому использован черный глянцевый потолок я вообще ненавижу натяжные потолки но здесь в этом варианте он выглядит великолепно это как раз тот случай когда натяжной потолок вполне уместен он просто растворяется за счет того что в нем отражается кухонной гарнитуры такое ощущение что здесь потолка просто нет бездна над тобой вот делайте с умом и с умом применяйте отделочные материалы